Договора, инвойсы, сейчас уже банки очень чаще и чаще рисуют своих старых клиентов. То есть они хотят следить для договора, инвойсы, документы. Буквально еще пару лет назад все это происходило как какая-то анархия. Сейчас все уже стали очень правильными и хотят порядка. Поэтому с подставными лицами вот эта вот проблема в том, что сложно другого человека поставить на какой-то прибыльный бизнес и сказать, что это его. Могу добавить, так немножко, что вот вижу, она прям пошла там. В принципе там тоже, вот о том, что Сергей говорил, там движение по счету, то они тоже за это наблюдают. Но обычно рекомендация там по счету, чтобы движения не были одной суммой, там, больше 100-10000 тысяч там было. Что тоже наблюдают банки. И если это, допустим, мы изличиваем больные шеи, то также могут звонить, спрашивать, там, такие вопросы. То есть обычно платежи разбивают, чтобы они были небольшие. По открытию действительно там проще открывать. Проблема с управлением, ну как, техническая, просто проблема управляет клиентом, клиент банком. То есть только через VPN, то есть отсюда можно, чтобы банк понимал, что вы как бы в штатах находитесь. Вот. Ну и все равно, как правило, тот агент, который регистрирует, ну штатовский человек, да, человек штатов, он, как правило, имеет там SMS-ку на подтверждение платежей. То есть вы сами управляете счет, там, но этот факт перевода денег, обычно, скажем так, за этим человеком, там, это были бухгалтеры будут, которые ведут компанию, там, или там, юрист местный, который принимает SMS-ку одноразовую, которая потом вылезает, потому что платеж пошел. То есть такие уже годовства есть с этим. И, наверное, еще при выборе банка, обратно то, что я сказал перед этим, если вы, например, завтра там открыли какую-то компанию, положим под электронную коммерцию, или же какие-то массовые транзакции, где нужна платежная система, здесь нужно тоже задуматься потом, какую вы платежную систему будете подключать, потому что не все платежные системы и не под все будут принимать. Если они не поймут, что, если вы не сможете платежной системе потом доказать, что близкая компания принимает за софт, в которой софта не существует, то, скорее всего, что платежная система просто не откроет вам возможность приема карточек каких-то. Поэтому здесь важный момент, когда вы думаете о том, для чего это нужна офшорка, чтобы правильно выбрать другую юрисдикцию правил, чтобы вы смогли потом в банк этот счет и еще плюс прикрутить этого платежной системы. Потому что в ваш случае действительно того, что вы просто потом не сможете это сделать. плюсы в сети от Майкрософт, Гугл, Эппл, все эти вот их инвесторы, они тоже в основном, у процентов 99, там, взаимодействуют только с легальными, скажем так, не с офшорными юрисдикциями. То есть вывести наладийский банк с Гугла за какие-то там, или за софт, или же за рекламу, просто нельзя. У них вот политика такая, что откуда у вас компания, там должен быть еще счет, а на список юрисдикций у них там очень четко разнореченые. Тоже нужно просчитывать, когда вы их открываете. Тут как раз идет все от бизнеса, который прошел. Если это будут транзакции, ну и обратно же, если вы четко понимаете, что возможно у вас будут проблемы с клиентом, потому что, например, в Европе для того, чтобы клиент отправлял на офшорную компанию, многие клиенты просят раскрывать всю информацию, кто конечный бенефисант, представлять документы в компании, потому что у них тоже есть там по Евросоюзу, законодательный акт, который говорит о том, чтобы там отмывание этих грязных денег и все. И по нему, если у меня будет как европейская компания платежи BVI, и я не буду иметь всей информации про конечного бенефисара, то налоговая ихне местная, можно сказать, что твои проблемы, оплати с этого налога. То есть там тоже в этот момент, поэтому тоже надо взвешивать, насколько ваши контрагенты и что они захотят потом, будут ли они платить на футовшорную компанию. То есть капитальный акшор в компании два заснованных компания, пять заснованных, открывается оху на официарах, удалить два, пять. А все подают обо всех? У некоторых банков, вот если взять Норвен, допустим, они им неинтересны, не надо показывать, обо кого меньше десяти процентов. У нас все их мажутарят, да? Есть еще банки, у которых там какая-то какая-то специфика, они говорят прямо от разтовые договора уйти. Без этого никак. А Норвен, в принципе, в отеле они не спрашивают. То есть там чисто на таком честном слове. Ты там заявляешь декларов или ну что? Вот, ты не писал, а вот это чем-то. Ну ладно. Ну вот как раз сказал битуми, я помню, они требуют разтовый договор. То есть это договор, где четко выписано, что открыта компания в ваших интересах. То есть там какой-то там индус открыл компанию в ваших интересах. Но это, как правило, очень напрягает реально владельцев. Ну да, но требуют. Так что, а в киркаласнике бизнеса, в киркалом царевых компаний в банке? Ну да, конечно. Но там, как правило, вы выбираете кого-то одного или двух с разными степиями доступа к счету. Ну, а кто финансами заведует, как правило, платежи делают. Кому-то оставляют просто там на просмотр. Кому-то там, ну, я просто знаю с практики. То есть там у него чисто финансовый специалист, ему нужно там видеть выписки по счету постоянно. Ему там не надо иметь полномочия, чтобы делать платежи. А он там, как бы, может формировать платежки. И потом кто-нибудь там, допустим, со владельцев, кто ведет функцию контроля, то есть может их там подтверждать. И уже будет, ну, как-то так он сделяет технически. То есть. А чьи я могу заявить, когда надо уйти все финансовые операции, и помощь с нами, ему подсерднику, и гидромат, и доступ, и твой клиент банк? Ну, так часто и нет. Да, да. Вот у кого не гипас или там, ну, или карточка с входами, банк же ж не видит, кто там реальный. Ну, все равно, достаточно. То есть он выдал, как бы, ключи доступа, и все. А это уже ваша забота, это хранить и кому-то отдавать. То есть вы можете, как бы, там, кого угодно вписать в управляющий счет, а по факту там этим будет заниматься вообще кто-то, там, третий. Ну, вообще не проблема. По банкам есть какие-то еще моменты, вопросы? Ну, то, что, в принципе, сложность открывать действительно. в юздициях, в которых у вас есть компания тут вот. Она, наверное, большая особенность сегодняшнего времени. То есть там открыть в Гонконге компанию – это вопрос. То есть это, словно, не вопрос, но открыть там счет уже вопрос. Ну, да, в Гонконге там нужно перейти, туда приехать, ну, там понравится и вот. Ну, вот на счет того, в принципе, иногда используют компании, вот я раз видел, без открытия счета, они ее используют, в основном, для передачи интеллектуальных товаров. То есть там никаких платежей нету. Просто заключаются договора там, что эта компания будет владеть этим всем. В принципе, можно использовать компанию без счета, но это так, в редких ситуациях. Действительно. Она там ничего не распоряжается, никакие казаться не делать. Ну, если там в Сингапуре, я не знаю, насколько там, достаточно экзотичная тема, но вот она популярна среди стартапов там. Ну, в Сингапуре открыть банковский счет, после чего мы столкнулись, просто нереально. Там и самое суровое требование, причем это все изменилось буквально уже полгода. Полгода назад можно было, так как говорят, открыть счет очень легко. В тот раз уже нельзя. И все. А в Малайзии, в Азии, 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 в Азии. Поэтому, может, я, честно говоря, сталкивался, я просто вот именно с открытием счета в Азии. Знаю, что компании некоторые открывали. Так, ну, со счетом, наверное, тоже, наверное, не все просто. Так, ну, давай тогда расскажем про схемы. Это вот, как бы, мы уже для многих награду не упоминали. Это такая шаблонная схема. Ну, то есть, условно, есть нерезидент, там, которым владеют акционеры, и нерезидент уже общается непосредственно с тканщиками, разработчиками, ведет взаиморасчеты. То есть, к этой схеме, там, часто добавляются настройки, там, люди, искусственная компания хочет внести актив, там, в виде интеллектуальной собственности. Права на программное обеспечение, там, торговые марки, может, там, патенты еще. Вот, и это часто выделяют, провайдеры, вот, на отдельную компанию, которая непосредственно не ведет в хозяйственную деятельность, то есть, она не является, как бы, лицевой. Ну, она, там, тихонько может давать лицензии внутри группы. Вот, ну, и, по сути, это, как бы, основной актив. Ну, это для тех компаний, у которых, там, есть какой-то свой продукт, то есть, свои наработки. То есть, если это, там, аутсорс, то, скорее всего, то есть, там, всегда права угадать заказчику. Ну, по ходу акционера могут, там, входить, ну, владеть, там, долей на резиденте, то есть, как, там, через свою личную компанию, так и через, там, номинального акционера. Ну, это уже, тоже, там, очень ситуативно. Так что, опять же, когда в Украине ведется какая-то, там, сложная деятельность, ну, допустим, там, несколько разных бизнесов, там, они все как-то связаны на одного человека, там, или на группу, как бы, да, тогда, здесь, как правило, несколько этих компаний, которые владеют отдельными бизнесами в Украине. То есть, и, то, что мы ранее говорили, то есть, как правило, стараются не показывать, что разные бизнесами владеют одно и то же лицо. что цена резидентной компании такая высокая, чтобы на этом сэкономить и светиться, раскрывая структуру работы в Украине. Также чисто для таких целей престижности, может быть своего имени или бренда, то есть бывают, когда более неизвестно, опять же, в Швейцарии, США, но это уже момент, когда, допустим, люди производят электронику и им не хочется выглядеть как украинская компания, то они начинают заметать следы и создают пиар шум, что якобы это компания швейцарская, у нее там какая-то есть история. И в интернете вся информация как бы в компании более комментированных стран. Это такой именно такой подход, который я вижу там только в электронике, там и в подъезде, там и в практикуруют, пытаются там бренду нагнать цену. По контракту у вас какие-то есть вопросы? Основной такой документ, который с СПД и резидентом заряжается. Какие-то нюансы будут. Как мы делаем, например, предмет договора, мы стараемся выписывать, как в кведах написано, чтобы даже никаких разногласий, чтобы не было буквально буквально. Вот такие вот поступки из инструментизации, значит, вот такие вот посты, а все, а я календарю все посты. Ну, вот. Ну, в целом, контракт на услуги лично коммерческие, то есть делаем на двух языках, чтобы можно было и банку показывать, то есть, если вам там украинская часть, то не всегда понятно. Какие там еще моменты? Ну, по контракту, вот, его роль еще важна в том, чтобы, допустим, те клиенты, с которыми я стал, то есть, там важно, чтобы права на соцсофт, который разрабатывает, просто неправильно предпределить заказчику. Как бы, мне интересно, когда там команда разработчиков, там, X-Men создала, потом они поменялись, пришли новые, еще там что-то, еще потом есть в итоге какой-то там продукт. А кто вообще, ну, за чьё? Без этих договоров, как бы, сложно потом подтверждать. Нужно там уже химичить, выдумывать там задние числа документы, там, вот. И, ну, это все, конечно, можно залатать, якобы, вот. Ну, проще, как бы, это все и правильнее, заключать договора с разработчиками и ставить им как задание. Ну, то есть, как бы, вот, из практики выбрать, вот, как вы работаете, так вот, и вписывать контраст, там, особо не шифруйте. Ну, то есть, задача внутри команды очень важна, создавать эту интеллектуальную собственность. Она у вас не возникла только у вашего заказчика, чтобы она внутри команды возникла. Чтобы она была передана компанией, если это у, да, у СТД заказывают, если там группа РИЦ как-то между собой, значит, каким-то образом это должно быть. То есть, у автора, автор должен все передать туда, куда он передает, а потом уже, а дальше отдается уже заказчику. Часто очень этот промежуток просто на него забивают, и он каким-то образом возникает потом у конечного заказчика. Во-первых, у заказчика могут возникнуть в будущем проблемы, потому что, если это что-то потом собирается, наверное, большое, он захочет там, ну, потом как-то это все съедет какой-то продукт, а, не дай бог, какие-то дают разбирательства, то он просто не докажет, что это действительно, он это все легально получил. То есть, есть риск у заказчика действительно попасть на это. Вот. Вот этот момент просто, чтобы все в компанию передавалось. Очень важно. Ну, и могут быть претензии потом, условно, через какой-то промежуток времени, там какой-то там исподачник всплывает и говорит, да я ничего не передавал, а почему он использует мой код в своих там каком-то программном обеспечении. То есть, здесь очень важно, чтобы все вы забирали. Я, например, часто вижу, когда команды работают, они никак не оформлены, ничего никак не оформлено, то есть, просто платят бережку личными, и они очень часто меняются. Вот. И, ну, с правовой точки зрения это настолько неправильно, что, ну, как бы, потом в итоге, когда эти люди хотят, ну, дальше буду говорить еще. Ну, короче, эта тема очень непрозрачная, и с этим очень сложно потом что-то делать. Тем более, еще момент, если, например, вы эту интеллектуальную собственность как-то правильно не собрали, и даже не отдали не заказчику, положим, ну, условно, вы в последний раз работаете, а вдруг вы эту интеллектуальную собственность себе же там какую-то свою же компанию, которая не резидент, передали, и там что-то хотите создать, что потом она стоила каких-то денег, то как раз и у вас самих же потом эти проблемы могут возникнуть, которые говорили. Вот это, поэтому здесь вот, думая там о том заказчике, подумайте, что вы можете стать на его место в какой-то промежуток. Вы там что-то у них закупили, у этих СПД, а какой-то там захочет на свое интервью, скажет, а я там компании такой, не передавал ничего. В этот момент очень часто выпускается. Ну, по самому договору особой и особой мысли нету, в принципе, что хорошо, ну, для того, чтобы не париться по этому поводу. Обычно банки достаточно скрупулезно относятся к четким правилам, которые должны быть в договоре, они сами все это исправляют, ну, как им говорят, что есть правило. Вот, это именно то, что просто бы он соответствовал закону, да. Там есть там нормы, четкие положения в договоре, там стоимость, да. Ну, в принципе, здесь банк как раз поступает таким хорошим фильтром, плохим договором. Ну, а ваша задача – это именно работать в этой части интеллектуальной собственности, может, там расчетов каких-то тоже? В аутсорсинге там, насколько я понимаю, авторские права – это проблема заказчика, да. Возможно, есть такие участки работы, где там как бы это вообще реально технически не отслеживается, а кто там пристал, даже не изначально, да, наверное, может выбирается даже заказчик. А когда там какой-то программный продукт, который там потом пойдет куда-то на рынок, ну, скорее всего, это нужно делать, потому что может быть какой-нибудь аудит какого-нибудь нового инвестора, начнут какие-то вопросы, потом особенно использоваться, как, ну, в торге сбить цену. А акционерные соглашения, у вас, как бы, какие-то есть какой-то интерес, то есть вы об этом слышали, то есть какие-то вопросы? Когда в нем необходимости? Один, один собственник. Ну, акционерные соглашения подразумевают, что их там несколько. Ну, больше одно. Смотреть тут как? Тут достаточно все просто. Когда компания, ну, там, какой-то проект только начинается, то есть там нет каких-то особых оборотов, то, знаете, там, допустим, если вы там делаете компанию BDI и, ну, делать там акционерное соглашение, там, обманать юристов, то есть и платить за эти какие-то тысячи долларов, наверное, нет смысла, потому что особо тут нечего пока делить. И нечего делить, если начнётся делёжка, то там просто расходы на судебные издержки такие, что, наверное, вообще не отзабы. То есть очень много. Как бы, понимаете. Соединённые соглашения — это такие темы для, как бы, очень капитализированных компаний, то есть где там уже идёт речь о миллионах судебных. Я давно упрощаю просто судебную процедуру. Акционерное соглашение. Как бы, сам функционал акционерного соглашения. Как бы, у каждой компании есть стандартный устав, который там соответствует закону о компаниях, и там, в принципе, базовые вопросы не решены стандартов. Управление компанией, там, распределение прибыли. То есть это всё понятно. Но, как бы, в наших реалиях, то есть я вот так периодически вижу, то есть там сходятся три украинца и начинается. То есть там, ну, каждый попытается как-то там, допустим, двое дружат против третьего, там, или там, ну, какие-то вот такие вот схемы возникают у людей, чисто на этих отношениях. И люди пытаются как-то подстраховаться и, как бы, свои страхи отражают вот такие вот документы. То есть они, ну, зачастую там, чем сложнее люди, тем вот сложнее потом получается этот документ, ну, который в итоге, наверное, неправший поможет. То есть, ну, и в чём всё сводится. То есть, эээ... Акционерное соглашение может... Ну, можно предусмотреть, как бы, другой порядок, ну, распределения полномочий, как, вот, директора компании. Такие вопросы решаются, там, собранием акционеров. Можно очень, там, двигать это и потом, как бы, это всё вносить в изменение уста. Вот. Ну, как бы, основная фишка акционерного соглашения – это порядок входа и выхода участников из проекта. Потому что вот на этом моменте... А, ещё порядок разрешения патовых ситуаций, тупиковых, когда люди по каким-то принципиальным вопросам никак не могут прийти к какому-то решению. То есть, и это вот блокируется работа компании или там как-то достопорится. Вот. И тогда вот в акционерном соглашении предусматриваются механизмы решения, то есть у вас, то есть выхода и... Ну, и, как правило, если там... Ну, люди поссорились, то есть... И даже, допустим, эти схемы выхода не помогают, то есть у вас остаётся одно решение – это международная арбитра. И всё уже зависит от того, ну, от юрисдикции, которая была выбрана и в твоей воле указано применимое право, или вы собрались судиться. Потому что там часто бывает просто ставится там, это адвитажная оговорка. Ну, не особо думаешь, а вдруг поэтому придётся потом работать. Ну, там пишут, например, судимся там, в Лондоне. Ну, там очень просто с этим решаются вопросы. Для нерезидента только есть один вариант – это СИП-корпорация. Ну, вот, думаю, там и на полу. В Штатах, скорее всего, с акционерными соглашениями там, то есть если это выпишет, это всёместный юрист, и там всё время, наверное, быстро и эффективно работает. А, СИП-корпорация. А, СИП-корпорация. А, СИП-корпорация. Именно СИП-корпорация. Ага. Ну, я просто, как бы, этот вопрос поднялся, потому что, то есть, юрфирма любит такую штуку навязывать, но она вот далеко не всегда... То есть, и... Ну, это достаточно дорогой документ всегда. Да, там действительно очень дорогой. Он иногда только подходит до десятка, не десятка тысяч долларов некоторых вариантов. Вот, и поэтому, действительно, тут он развешивает, насколько он нужен, и на какой стадии вообще его делать. А, значит, записано на зону? А? Ну, что? Ну, конечно, согласен, да. То есть, тут надо взвешивать и стоит на него тратить. Потому что он реально опишет эти вопросы, но все равно конечное принятие решений будет все равно за судом. То есть, в его случае, и в одном, и в другом случае, с ним или без, все равно будет конечное решение за судом. Но здесь вы можете себе сделать более удобные какие-то условия. Пока вы дружите, вы можете сделать еще какие-то более удобные условия. Если не будет у вас соглашения, то вы будете рабочут, как по закону, как написано там на вставе, как принято там в этой юстиции. Вот в этом, наверное, самое большое преимущество акционерного соглашения. Участка властности, он и так вказывается, куда вы строите? Ну, участка-то вказывается. Там не вказывается, если много, на несколько раз олимерах это... То есть, как разрешать, какие, по-моему, у человека, кто за что отвечает, как выйти, за что тебя могут крыгнуть или не могут, как войти новому. То есть, многие вопросы решаются именно в этом соглашении. Потому что они будут возможны индивидуально, не так, как в вставе, но совсем, возможно, индивидуально. И то, что будет предложена схема в вставе спонтартно, она будет просто не работать для вас. В акционерном соглашении, просто когда вот эти схемы с президентами разрабатываются, они бывают довольно такими умилёнными, такими сложными, или, как бы, допустим, ну, такой типичный вопрос, есть там учредитель, есть там какой-то бизнес, а бизнес, они как бы его материализовали, вот в такой форме там нескольких юрист, то есть, этих резидентов, то есть, они как-то одно владеют другим, там есть свой мир такой. Я ни одного называю, там, между собой, типа, ты будешь СЕО. А СЕО чего? Тут их столько, ну, куда его приткнуть? То есть, вот, тут очень, вот возникают вопросы, чисто вот операционное управление, кто будет там подтверждать, а как, а как это технически происходит? То есть, и получается, что не всегда вот так оно всё выглядит красиво, как вот, есть там американская компания, там, у неё есть там СЕО, есть там совет директоров, всё это красиво, и понятно, кто какой ролик выполняет. Бывает, там, нагромождение такое, вот, кто-то себя называет СЕО на визитке, вот. На самом деле, он просто имеет доверенности, там, в компании как-то этим рулит. Вот, и вот в таких вот ситуациях, как бы, которые ближе к нам, вот, акционерное соглашение, оно, ну, позволяет, как бы, выписать эти вот все полномочия, там, как бы компенсировать вот эту вот путаницу. То есть, оно чётко пишет, что вот доверенности, допустим, генеральной, от компании, вот, выдаются строго по решению акционеров, вот. То есть, получается... Ну, а директор сам не может выдать доверенность, там, ответить по лицу. Ну, если он даже и выдаст, то, по сути, вот... Да, нарушает. Ну, и... В принципе, вот, необходимости, вот, между, ну, акционерным соглашением и в таком виде, вот, как бы, формальном, легальном, нету на старте. Ну, это такой вот, с которым можно идти в суд, там, и уже воевать. Но всегда есть необходимость между участниками подписывать неформальные соглашения, потому что, чтобы был какой-то... Да, с этим документом не пойдёшь в суд и прочее, но у людей очень память бывает такая, подводит. То есть, то, о чём договорились на старте, но не всегда потом одинаково поднимаются людьми, когда там управляются какие-то более-менее серьёзные деньги. Вот, и такие вот вещи, то есть, необходимо детально прописывать, и, по сути, ну, чтобы у каждого была копия с живыми подписями, напоминает о любом случае, да, почему. А оно часто так и делается, даже так, и без чужой практики, на коленке подписали эту работу с достаточно крупной компанией. Украинская баннерная сеть, если вы слышали? Они рассказывают, Алексей Мать, по-моему, был. Сколько корпоративных кухней раскрывал. Что, какие-то вещи, то есть, даже если там всё будет очень правильно выписано в акценерном соглашении, какие-то начнутся проблемы, то это не гарантия, что оно поможет. Поэтому, как минимум, неформальный смысл есть всегда, а вот насчёт такого официального отростка, ну, как бы, появятся деньги, если есть деньги, то это можно сделать. Какой личный компания. То есть, под личной компанией я понимаю, подразумеваю, что это, как бы, компания, которая не несёт никакой функции, как владеть, как бы, какие-то люди из бизнеса, чтобы это лично на себя и на номиналы не цепляли. То есть, есть вот сюда компания, допустим, Panama или BBI, который, вот, её и видно, как акценера. Правило, такой момент очень часто используется. То есть, у этой компании нет отчётности, она дешёвая в поддержании, на неё можно спокойно открыть себе счёт, там, риском, гипроском банке, и спокойно, там, пользоваться карточкой счётом банковским, то есть, там, личной цель. Вот. И, опять же, как я вот говорил, то есть, под эти цели банк цитадель очень хорошо. Вопрос с номиналами. То есть, тоже, как бы, выбор каждого. То есть, насколько вообще паранойя влияет на него. То есть, можно ставить, там, можно не ставить. То есть, их там, их нет. Ну, то есть, что касается, допустим, возьмём Белис, там, там, там нет каких-то реестров публичных, там, можно запрос отправить, получить. Когда, допустим, по цепочке, допустим, у вас есть личная компания, которая владеет другими резидентами, которая владеет какими-то активами в Украине. То есть, долей ООО, каким-то имуществом. Тут есть момент, когда вы, ну, там, регистрируете ООО в Украине, и в нём учредитель не резидент, то регистратор, там, по-моему, требуется, чтобы раскрыли всю цепочку владения, вплоть до физического лица. И, соответственно, если, там, вы себя указали акционером в своей компании, то вы должны себя и показать. Ну, как бы, они считали это правильным, то есть, там, даже регистратору показывают личную сигарность, то есть, правило, там, люди ставят номинального акционера. Ну, когда, под, вот эта компания по цепочке владеет какими-то, там, реальными активами, зданием, каким-то, там, бизнесом, или ещё чем-то, то номинал, это, в принципе, такой риск есть, и технический риск есть, что, чувак, ну, человек может что-то сделать. Вот, и, ну, такого, как бы, обычно не происходит. То есть, это такие вот, резкие случаи с этими скандалами, которые, там, 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 смешно новостями, с крупными компаниями, ну, и тут, там, мистер от ужаса. Ну, тут рецепт только... Это... Ставить номиналов, у которых есть рекрутация. Ну, например, там, я уронил с клиентов своих, то есть, ну, такая ситуация, да, компания владеет очень реальными вещами, которые стоят незамонизовывать, то есть, там, недвижимость. И ставить, там, какого-то панаса номиналом, которое непонятно кто или что, ну, как-то еще и... Ну, рискованно. Тем более, они, там, имеют свойство, там, пропадать, меняться, исчезать, то есть, и прочее. То есть, это не серьезно. А, вот, и решение, которое, как бы, мы использовали, это ставить кипрских номиналов. Ну, то есть, это люди, которые юристы, то есть, там, большая практика, которая известна. И, самое главное, они лично знакомы. То есть, в том смысле, это... Да, это дороже, но это не сильно дороже. То есть, это не космический цифр, это просто, как бы, ну, это стоит больше. Вот. Ну, зато тут, как бы, нету такого чувства, что ты взял и записал весь бизнес на каком-нибудь донжалке. Потому что этих людей знаешь, и эти люди, они, как бы, внушают доверие. То есть, они не станут, как бы, последним. Рисковать своей репутацией и делать незаконные действия с имуществом, которое не принадлежит. Ну, то есть, по личной компании, там, особо и для лишения держания, для работы, там, и для каких-то особых действий не нужно. То есть, просто нужно разводу, оплатить семена, агенту, и развод, обновить документы в банке. То есть, доверенность. И мы совершенно прекрасно о том, что компания жива. Собственно, и всё. Сейчас есть какие-то вопросы. То есть, какие способы владения личной компанией вы советуете? Если эта компания чисто приводит пакет документов банковскому счёту, не, ну, например, так же используется для владения доли. Владение доли в бизнесе и вывод в три дня. Ну, тогда, наверное, какая-то должна быть. Я бы ставил нам номиналы, которые можно доверять. Если это и подразумевается, что компания лучше, как в Украине, покупать конкретно ту, ну, в его лице. Потому что туда нужно будет раскрывать цепочку, и там будет ваше имя, в принципе. А если не в Украине, то вы можете ставить себя акционерам. В Украине, опять же, вы просто берете номинал, ставите его, и всё нормально. А потом в процессе можно туда номинал поставить, после того, когда я спочатку себя зарегистрировал в акционерам, а там там через роки пять я закутил в Украине, покупать и было... Ну, легко, это обычная процедура. Ага. Так, ты был вопрос. Какие юрисдикции? Какие юрисдикции? Какие юрисдикции? Из тех юрисдикций, которые я там обозначил, то есть Сейшелы, Панама, Белиз. Сейшел из этого всего самый такой мусор имеет репутацию. То есть они самые дешевые, их там очень много накупили. Ну, сейчас я как-то, ну, вижу иногда их, но я как бы и стараюсь не пользоваться. Какие из них наибольшие результаты? Би Ви Ви Ви, потом Панама. Ну, вот Би Ви, это как бы английская колония, и у них очень классно там корпоративное право отработано, то есть у них такие стандарты, они очень такие проскипливые, то есть там типа, ну, когда открываешь там компанию, регистрируешь, такое ощущение, что открываешь счет банки, там, запрашиваю, там, больше таких документов, то есть людей в другой юрисдикции такого нет, чтобы так щупать людей. То есть я не понимаю, для чего это такая вещь? Ну, вот компании из Америки, из Европы, они нормально производятся такими юрисдикциями? Ну, это офшор, это, я думаю, что это очень индивидуально, то есть у меня в практике такого не было, но вот сейчас с немцами сталкиваться, они не любят этого. Да, то есть они не очень смотрят на это, куда получать это от клиентов со штатов из Европы будет проблематично? Это зависит, будет чисто от клиента. Если он готов платить, он заплатит, но он может отказаться спокойно. У Белиза, там, это, как бы, такая нормальная юрисдикция, но у них есть такой прикол, который всплывает тоже через, они, там можно платить, там, местный налог, ежегодный, он платится первым, ну, первые варианты, как каждый, то есть не... там сроки считаются не от даты, там, регистрации компании, ну, вот, первого января раз. То есть если вы зарегистрировали компанию, там, допустим, сейчас в октябре, вы раз заплатили эти все налоги за год, за тринадцатый год, то вот первый раз, 2 января, у вас будет, ну, уже новое обязательство заплатить на четвертый год. То есть, получается, там у них самая выгодная регистрирует компанию в начале года. Ну, это вот единственный их момент, ну, там тоже компании дешевые, то есть, еще там момент, что они не могут ставить своих номинальных акционеров, то есть они берут по намцах, вот, и вот именно с ними там возникают моменты, у меня, по крайней мере, и практика такого, как сталкивался. С BVI там все четко, то есть там... Ну, вот это та компания, которую, допустим, часто берут холдингом, то есть, которая, допустим, там бизнес какой-нибудь, ну, а профильный, или там уже есть чем владеть, как бы, вот BVI ставят холдингом, это дешево, но оно очень рабочее и престижное в этом хозяйстве, вот. И они пытаются вот каждым там годом, вот я вижу, что они ужесточают свои требования, то есть, сейчас они всех уведомили, чтобы владельцы компании биберайских сообщили, где хранится бухгалтерия, потому что нам не обязаны ввести бухгалтерию, вот, чтобы прислали в декларацию, все заявляют, что у нас бухгалтерия, то есть, Киев. Вот если эта бумага не пройдёт к ним, там штраф 10 тысяч долларов, ну, такой вот. Ну, а в целом там всё то же самое, как у других ингредициях. У Панамы есть свои пару особенностей. Это, как бы, как для личной компании, мне кажется, это вот лучшее решение. Там всегда идёт три директора, но это, как бы, не влияет на их цену. То есть, стоят как один. Вот. В тот момент, что там документы на испанском, их там параллельно переводят на английский. Вот. И там там какие-то у них форматы подлинные, какие-то удобные сканирования. Это весь момент. Ну, и в Панаме как-то очень профессиональные люди. В Украине они входят в чёрный список. Панама. Да, Украина не является офшором для... То есть, Панама не является офшором для Украины? Ну, по законодательству, да. Пока не есть. Поэтому, если... То есть, ну, это... Отсюда платить туда деньги, то это будет, как обычно. Да. По бэду. Ну, я знаю, как бы, такой момент слышал, что потом проблемы с таможем. Ну, те, кто занимается товаром. То есть, они потом панамской компанией сюда очень проблематично завозят. Ну, для услуг нормально. Для услуг нормально. Для услуг, да? Да. Там нету наоборот. Ну, это... Если вы не на территории Панамы, то есть, бизнес... Первый в Тринкосме работают без суммы? Да, да. Там нету никаких требований по отчетности по... Ну, по аудиту там, по валютному контролю. То есть, вот такой же офшор. Вот. Это ж, как бы... Ну, допустим, если взять Кипр, то у него тоже, может быть, компании нерезидентные, которые... Ну, по сути, как офшор. То есть, они не платят налогов на Кипре, но это всё просто отражается в том, что эта компания не может использовать договора об избежании благородного благоображения. Поэтому... Поэтому ими не пользуются, например. Ну, смысл с этого типа, допустим, если нельзя его устраивать в схеме с по каким-то договорам. Ну, собственно, как бы... У тебя личных компаний, вот, Билис, Панама... Можно и BVI, конечно, но он чуть-чуть дорогой. Потому что там... Ну, так, это как для информации, то есть, лицензия регистратора, чтобы, ну, допустим, кто-нибудь хочет открыть себе регистрационный бизнес, там, ну, BVI, она стоит 100 000 долларов в год. Получается, если вы его затем влезете, то есть, вам нужно эту, или деньги, чтобы это отбить, то есть, какой-то оборот провести. Вот, поэтому, как бы, как бы... И чуть-чуть дороже. Операции с наличкой, они зависят не от юрисдикции банка, да? То есть, снять в банкоматах, например, там, или там... Да, это... Расчеты кредитов. Это банк. Это банк. Что касается кредитов, там, есть такой момент, как бы... Ну, какие вообще возможности работать с наличными? Ну, только карту, с расчетом. А с наличными, да? С туда же? Ну, с личной компанией, да? Вот, например, это как ты личной компанией, хочешь какие-то деньги себе получать? Безналоговая, это только на карточку. Это карточка, да? Но тут в карточке есть один такой минус. Они, когда конвертируют гривни, потому что там, может, около таких процентов может уйти на эту конвертацию. Кто уйти? Ну, вся эта цепочка банков, которые... Вот, если вы, например, банка послушаете, банкомат с ним. Поэтому... Нет, это их не банк, или это тот банк, который у банкомат? Это бывает и их не банк, а бывает и в комплексе. То есть и там, и там. Обычно заявляется, что где-то 2-3% берет банк латвийский. Но неизвестно по какому курсу банкомат в Украине выдает эти деньги. Ну, это как бы очень прозрачная тема, я сейчас пытаюсь это все выяснить. То есть оно реально может просто на курсе, вы еще 2% потеряете. А если не в Украине, там, в Германии? Ну, в Германии... Я думаю, что... У вас может там быть счет в евро, допустим. Да, вы себе можете внутри банка, скажем, перевестись там. У вас видно там, что в долларах, что в зеро. Если просто на евро вы переведете, там по нормальному курсу. Или... Сменить евро. Евро там, я думаю, вообще все идеально работает. А есть какие-то ограничения, что банки не разрешают снимать площадь? Или там какую-то сумму не будете указывать при регистраторах? Ну, там все равно есть ограничения. Там десятки, двадцать, двадцать. Там все, какие-то десятки... Я его не помню. То ли в месяц? В месяц прокатся. Тысячу долларов, да. Там десятки? Ну, десять, двадцать, там где-то такие порядки цифр. Вы говорили, что банки косо смотрят на наличку, там еще что-то. Не совсем это одобряют и решают и так далее. Это просто повод для них... Ну, как сказать, они не то, что там вам завтра закроют, но они для повода для них восстановить, почему столько много денег откаличивать. Чтоб наличку больших, словно, так понимаю. Ну, типичная схема, вот, как это все происходит, абстрактно, да? Как бы это отдельный бизнес людей, которые в этой теме... Ну, чтобы... Вот у вас есть на счету 50 тысяч долларов, да? У вас тут какая-то покупка. Как, чтобы они здесь оказались, там, за минимуму денег, да? Такая практическая задача. То есть, если там идти по схемам, ну, как бы, там, полулегальных, да? То есть, вы можете сами себе, там, как СПДш, какую-то деньги завести. Ну, как-то это все проработать, то есть, да, там, какую-то провести работу, то есть, это все оформить, все получили, заплатили с ним пять процентов. Ну, уже пять процентов. Плюс еще может что-то там быть. Вот. Какая-нибудь комиссия банка за куп и продажей валют. Ну, у вас это будет в грейде. Вот. То есть, а вот эти все обналички, они строятся только на том, что... Есть люди, которые этим занимаются. То есть, вы на их компанию перетигрываете бабки там, то есть, а тут вам просто их отдают. Все. Вот это берется, там, процент, один или два, в зависимости от того, да? Вот и вся эта схема, понимаете? То есть, это все абсолютно незаконно, как бы, и... Но, тем не менее, там, она имеет массовое время. То есть, и простоту, и непрозрачность. Ну, как правило, еще на офшорке, если... Ну, офшорка используется не только там для себя, а ведь выплачивает на какое-то количество людей, то банк, в принципе, может имитировать карты не только на вас, а на тех, кого вы скажете. Тем самым, вы можете с одной офшорки выплачивать, там, десяткам лиц. Вот. Ну, обратно же тут вопрос, как банк. Ну, то есть, банк, в принципе, все равно, вы все равно будете какие-то комиссии не платить. Наверное, может какой-то момент, в зависимости от банка, ситуация, какая будет, кто-то на это посмотреть. Но я не думаю, что пока это так критично. Там, в чем есть минус вот этого всего? Эти карточки, они имитируются пофамильно. Можно без них. Ну, не знаю, не во всех, наверное, так. Там, когда... Даже те карточки, которые иные, там можно считать... Ну, в принципе, да. Ты можешь там не проверять, да. Да, да, да. То есть, ты пишешь, что хочешь, да, но, в принципе, ты пишешь. Какого-то там... Ну, ты, короче, можешь, ну, условно, да. Вот. И в чем еще особенность? Получается, что если человек придет с этой карточкой в магазин рассчитаться, и, например, на терминале там будет написана одна фамилия, на самом деле... Ну, случай, бывает такое, что проверяют. Хотя редко такое случается, но бывает. Ну, реально платежи, ну, просто ему откажут. Тоже такой минус есть. Поэтому, почему ему удобнее писать легального человека? А если ты пишешь легально, у этого человека реального, то есть, да, реального, есть какой-то там небольшой риск того, что... Получается, что на него открыт карточный счет за границей. Вот поэтому... На самом деле, то есть... Ну, хотя это корпоративный. Это один корпоративный счет, на котором... То есть, тут такое есть... Да, там еще есть другой момент, когда... Ты должна надеть по ней. Так, да. Вложишь на карточке там... Ну, допустим, даже там настоящее имя, то есть... Это же имя и фамилия. Идентифицировать по нему. Идентифицировать, что это именно вы, вообще, ну, как... Мы там одна подлица, там, если загугли, там... Ну, то есть, это... Море. Море. И... Море таких листов, которые... То есть, как бы... Да, и размахивать не стоит. Вот. Ну, так бояться, что там где-то, ну, как-то там... Ну, там будут конкретные неприятности, что сразу вычислят, как только вы ее на своем теломатромат. Ну, и обратно же вопрос. К чему придраться? К суммам? Получить... В принципе, не реально. Завтра эту карточку закрыли, и все. Она уже негулирована. Ну, то есть... Так. Ну, это... Ну, это... Бот-счета... Бот-счета есть, когда вы... Вы просто там приемные языки там распределяете. Все там... Какая-нибудь нормика, это все сделано очень просто. Ну, вот многие используют для заработной платы. Такие вот офшорки, чтобы там на СПД не перечислять. Они оформлены в этих компаниях как сотрудники, там, на какую-то небольшую зарплату. И они имеют эти карточки, которые получают зарплату. Ну, либо они могут быть СПД при этом второй группы, чтобы не делать лечию... Можно там, ну... Правила тоже такие варианты. Ну, там на одного лица как-то только могут выдавать только один... То есть на одного лица можно выдавать одну визу и одну мастер. То есть, например, две визы на одного лица не могут выдавать. Это же такая особенность. Можно ли имущество оформлять на такую компанию? Например, за рубежом. За рубежом? За личную компанию. Можно какую-то игру в Испанию на уши? Ой, это... У меня такой практики непосредственно нету. Я так просто... То, что я слышал, читал... И европейцы, те, у кого усостоятельные люди, они на себя никогда ничего не помогают. И это только через фонды, трасты. Оно так оформлено, что они сами по себе бедные люди. Но, как вы видите, это все есть. Умея этим пользоваться. И... За рубежом, ну, то есть, особенно в Испании, то есть, они вот, крайней мере, раньше старались таким, что... Уголовные дела заводили, забирали эту недвижимость, человека сажали за решетку, пусть доказывают, что его деньги чистят. Поэтому это, как бы, вопрос консультации с местными людьми, стоит ли с этим связываться или не стоит. Ну, на Кипре, например, такого нету. То есть, там, ну, они сами очень активно продвигают, ну, свою недвижимость, свои активы. То в Испании, вот, я про такое слышал. Поэтому... Использовать можно, но... В тот момент с недвижимостью очень... С местными надо общаться, потому что эта практика, она даже может не опишировать, что они вот в этот момент не делают. Плюс... То, что там предлагается на продажу, как бы, в открытую, оно не всегда адекватно по цене и качеству. По Испанию слышал, что там очень тщательно нужно выбирать риелтора правильного, который покажет там то, что реальная ценность. Ну, как бы, не бросал, да. То есть... Ну, как бы, не бросал, да. То есть... Ну, что у нас дальше? Ну, что у нас дальше? Ну, это... Иначе не будет. А тема инвестиций как для ауксоцингов? Что там? Живая для вас? Для вас? Ну, у нас не ауксоцинговая, у нас продуктовая. Значит, у вас живая? Ну, пока не особо живая. Мы пока сами инвестируем, но, может, все может быть. Ну, мы уже, в общем, как бы, доли поперёк прошлись по многим вещам. В чём момент инвестиционной привлекательности? Ну, тут очень часто, когда... Ну, вот... Ну, вот... Рабочий, который, да, технический... Казакрам... Казакрам... Бизнес его строит, работает. То есть, работает как удобно и как приходит. То есть, как будет. То есть, поставлюсь в текущую обстановку. Вот. И... Зачастую, как бы, многие... Вещи, вот... Ну, даже включая... Вот... Програмное обеспечение на компьютерах, инвентаризацию, такие вот базовые вещи. То есть, они вообще не отработают. То есть, говоря уже о том, что там... То есть, там... Непонятно, кто писал код. Непонятно, как... Какие деньги и сколько проект было вложено в этот бизнес, и кем, и на каких условиях. Вот. Получается, как бы, такая... Довольно-таки аморфная картина в бизнесе. Вот. Ну, как бы, в данной теме, ну, как бы, это больше применимо, конечно, к продуктовому бизнесу, в котором, ну, что-то есть. Какой-то актив. Есть какие-то права. Вот. И, по сути, главный момент, на который служит инвестор, это вот насколько эти права правильно оформлены, насколько оно неоспоримое. То есть, тут имеет значение торговые марки, на кого они оформлены, что именно там записано, то есть, в каких юрисдикциях. И, конечно, если это софт, то, конечно, желательно иметь историю такую, ну, полную, и финансирование этого всего, и того, кто над этим работал. Сюда же подключаются и дизайнеры тоже. Это имеет значение. Вплоть до того, какие вы картиночки используете, то есть, желательно иметь лицензию под это. И не говоря уже, если вы, допустим, используете какой-то там контент от третьих лиц, то есть, там тоже всё это очень нужно тщательно соблюдать, потому что и в Украине, и в России с этим бывают очень серьёзные проблемы. Реально, казалось бы, у меня практики было такое, казалось бы, мелочь такая, что там, как бы, смешно. А мы не потеряли 300 тысяч долларов на углу вместе. Поэтому это всё было интеллектуальной особенностью. Ну, так же, вот, компании на старте вот решат от просчёта или конверта, отсутствия удаловольского учёта или какого-то обесплатного. Даже крупные компании, у которых там уже идут миллионные обороты, то есть у них там может быть такой бардак, что просто начинаются там разговоры о привлечении инвестиций, там ещё не дай бог, об IPO. А там, там такое, что на год эффективно там засучить рукава и разгревать это всё. То есть, а когда бизнес уже работает на полную катушку, у него что-то менять, это практически, блин, ну, я не знаю, розыжит, наверное, сложный. Поэтому вот такие вот моменты просто пытаются, я не знаю, быть формалистом. Потому что когда приходит там инвестор, ну, если он, как бы, сферизован или пацанский там, где-то выпили водку, ну, и всё как-то, мы их доверим, мы это покупаем, здесь как-то вот оно. Тоже подписываются такие документы на коленке. И когда приходит такой нормальный юрист, там, как бы, с инвесторов, то они нанимают, то есть, сначала опробует РУСИФ финансовый, и юридический аудит, и ДИДИЛИДЖИФ. Вот это берут, соответственно, в зависимости от уровня компании, там, аудитерскую компанию, там, попроще или там, из чайсорки, и берут юристов тоже. Или международную юридическую ферму, или попроще. И они уже начинают копать. То есть, и вот они начинают все, все ваши недочёты, промахи, о чём вы даже не догадывались, то есть, это всё дело собирается, составляются отчёты, и это всё выглядит очень, действительно, некрасиво. Короче, в итоге, как говорится, цена инвестиционная там, там всплывают какие-нибудь судебные дела, какие-то вообще проблемы, которые тянутся, которые собственники думают, что это фигня. То есть, оно, когда вот в комплексе вся картина вот появляется, и инвестор, особенно если это какой-то американец, смотрит, ну, ему, как бы, ребята объяснили одно, а тут вот показали, ой, что это такое. Вот. И он, скорее всего, просто отвалится. Вот. Поэтому... Я расскажу можно случай просто из... Это касательно западного инвестора, всё классно работает. Если инвестор не западный, то что тоже может быть очень даже вероятно. Не всегда все вещи, в принципе, нужны. Если идея классная, просто у моей практики было, что, ну, реально классная идея, всё супер рабочее, инвестор просто даже не разбираясь, есть там легальности, нелегальности, он просто понимал, что за этот проект нужно захватиться, он просто там бухил, там, по 200-300 тысяч долларов просто на стене. И вообще ни за что. И даже этого не проверял. А в конечном итоге начались куча-куча судебных разбирательств. И... В принципе, где-то год работали на то, чтобы это всё просто погасить каким-то образом. Поэтому здесь обратно же менталитет. Да, если там западным инвестором что-то пытается там... Струпулёзно как-то подойти, то в данной ситуации это был инвестор с Россией, который увидел, что проект интересный. Даже ему там тени документов, не благоутили. Даже интеллектуальная собственность его не интересовала, как она вообще там оформлена. Вот. Тут такой нюанс. Нужно ли вылизывать или нет? Тут вопрос пришёл, правильно. В инвесторе и в идее, в которой идут там... Ну, сейчас в связи с стартапами, или... Ну, да, да. ...инвесторами такими... У вас зачастую там много иностранцев, 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 то есть у них вот эти вот вещи, они их едят. Ну... Или они, конечно, берут там этих разработчиков просто ещё на уровне идей, и уже со старта там сами строят бизнес, их туда просто встраивают, или потом их плавами выкинуть, или как-то вырастить. То есть, ну, я не знаю, там кухни, наверное, разные получаются. Но они приходят и строят как бы сами. Или если они как бы увидят компанию, которая уже работает с каким-то продуктом, то есть вот она себя показывает, то есть они придут и уточнут вот именно вот эти вещи делают. И смотрят, и если там увидят какие-то проблемы, они могут там... Это очень, я думаю, конкретно на цене отводится. Ну, обратно же из примера, можно сказать, что вот в этом примере, который я рассказывал, там делался аудит ещё, когда раньше, перед продажей этого бизнеса конечному, сегодняшнему собственнику, делался аудит серьёзно очень, когда фонд местный ещё инвестировал на стадии идеи. И реально, ну, получается, что тот аудит, он просто... Был потраченный деньги там зря, потому что на сегодняшний день тот фонд, который вложил на листы идеи, он реально остался без ничего, по большому счёту. Вот, потому что новый собственник, который пришёл, он получил уже даже совсем другую интеллектуальную собственность. В процессе от идеи, пока оно там разрабатывалось, оно уже обрело там несколько направлений. И то, что было на стадии идеи, за что мы начальник ещё фонд платил, да, там какой-то осевной, оно уже просто вытянуть в мусорник можно, потому что уже сегодня уже совсем другое направление. И, в принципе, этот аудит, он ничего не помог, ну, для инвесторов нет. Поэтому тут тоже много нюансов. Но для компании, которая привлекает, конечно, очень важно. Если, например, компания в Умерице творит продукт и стартап из Америки, и она хочет залучить людей из Украины, и не платить им зарплату за разработку, а дать отборючи частинами акций, на сколько, что можно с этими акциями сделать в Украине, и как нужно распоряжаться, потому что, что физические особи мают возможность как-то торговать, где акциями подавать, или отримать дивиденды. Акция – это право на распределение, на получение части прибыли. Так. Вот. Если будет прибыль, то можно по ней получить дивиденды. Добрый, а куда-то активные гиблии? А если… Только так. Вы мне, я вам. Ну, как правило, штрафап, он на биржу попадет, там, если он, если до Фейсбука, допустим, и вот, когда он попадет, то, может быть, там, ваши, там, три процента, допустим, да, они, там, силы, тогда можно очень выгодно перепродать. Ну, на уровне, когда вот, вот вам, там, три акции, и, ну, я не знаю, какие там условия могут быть, то есть, как-то замотивировать, разве что. Обычно эти акции, да, у всех человек просто не свалил. Вот. какая-то денежная за ней ценность, пока нет. Ну, в начале, да, старта там, она ничего не стоит. Во-первых, акции оценивают сами шаги, ну, ну, в начале, пока они не на бирже, акции оценивают сами и акционеры. То есть, вы можете их оценить в миллион долларов, но просто, когда сможет ли кто-то их купить, такую стоимость. Вы можете в один доллар оценить, ну, тогда будет автоматом по-другому проценту и когда же происходить. Вот. Еще, могу так просто, ради информации, там в Штатах изменился, совсем не дан прямой закон. Он упростил, очень серьезно, упростил доступ любого человека к тому, чтобы инвестировать в стартапы. То есть, это вот так называемый сейчас фаундрайзинг, да, который активно развивается. у тебя всякие англ-листы, и все публичное, да, финансирование. Сейчас это уже во уровне законов есть, и любой человек, который соответствует требованиям законам, ну, там есть доходность, разные критерии финансовые в основном. Ну, там резидент, или, чтобы ты был штатусным, резидентом штатов. Ты можешь это все сделать, проинвестировать в компанию, условно любую сумму, через интернет. то есть, для этого не нужно даже каких-то соглашений обязательно, или еще что-то. И главная особенность это подтвердить, действительно, действительно подтвердить, что ты соответствуешь этому закону. То есть, это единственная особенность. сейчас появляются всякие диджи онлайновые, которые, на которых я смотрю, некоторые стартапы, по миллиону привлекают в этот способ. То есть, у них, конечно, это очень развито, в неделе по миру такого нет. У нас они даже не знают, как там попробуют сделать дорогу. Ну, по поводу еще. У меня был очень давно, конечно, был. У нас были еще аутсорсом. Это был в команде, которая проводила аудит одной аутсорсинговой компании, которая, ну, одна из, пятерку крупнейших. То есть, в тот момент, то есть, мы туда приехали, и, даже сейчас, там, ящик документов, которые мы будем изучить. пришли, дали три листочки, там, ну, где-то все было. И их хотела купить какая-то американская компания, все было очень дружно и классно, но, как бы, в итоге, судя по всему, на тот момент у них ничего не было оформлено, и никак не было оформлено. то есть, у них только была команда, которые как-то платили деньги, и все. То есть, а что покупать? Ну, и там, походу, его фирма, конечно, своих сто часов туда вписала в счет, но, походу, сделка не состоялась, именно из-за того, что, ну, не за что зацепиться, понимаете? То есть, есть какая-то деятельность, есть какая-то активность, есть результат, а вот, как их купить, кого покупать? Когда нет вот этой вот оформленности, какой-то понятности, это все очень виртуально. они продали? Ну, я не знаю, как сейчас. Не, может кто-то к ним и зашел, когда они уже там, все это сделали, я думаю, однозначно. То есть, когда оформились, организовались, там, поработали с пиаром, и все. То есть, по аудит, там тоже есть требования, там тоже есть требования, по структурам, ну, как раз, то есть, там, я, там, занимался, такого плана, но, насколько я знаю, что действительно, там, условно, должна быть четкая структура, там, если даже не резидент, там, конкретно, юрисдикции, там, конкретным способом владеть, там, компанией, для того, чтобы аудит, все остальное, ну, сказать, что да, компания пошла, Ну, это все выражается в том, что, как бы, они ожидают, что отчетность, допустим, она ведется к вам, она должна быть консолидирована, пусть хоть как-то, управленчески, да, пусть не официально, то есть, ну, должно быть все быть в целом, в порядке. подошли, как раз, уже к этой теме, введение порядка в смот-бизнесе. Хороший статус, что это стоит? Это когда порядок полностью добычу, пусто, да, это пусто, домашнее задание. Ну, как, тут все, собственно, сводится к тому, чтобы у вас был, одним словом, это называется compliance, но это очень такой момент бывает сложным, то есть, когда, ну, то есть, любой бизнес, он должен, как бы, даже сам, сам того не зная, оказывается, соблюдать кучу разных норм, и требований, и правил, и иногда это становится очень затратно, и даже в плане налогов, то есть, вот, поэтому, как бы, на этом балансируется. Но, в целом, то есть, компания должна, ну, быть максимально формальной, то есть, это может показаться, то есть, чуть-чуть, там, тяжело, но это касается и ULT, и законодательства. То есть, если, если что-то не отражено в документе, этого не было, понимаете? это потом очень сложно все зарегистровать, то есть, все должно иметь свое отражение, вся работа повседневная, да, это же куча процедур, там, бизнес-процессов, приказы, там, то есть, регламенты, все, конечно, это от ваших целей зависит, но, то есть, если у компании неиспанут инвесторов, это однозначно надо, если этого нету, то, можно там работать а-ля международных частных предпринимателей, то есть, как бы, сам себе хозяин, ну, нормально, то есть, тут как бы, только следить за своей бухгалтерией, и все, все зависит от ваших целей. ну, вот, я еще хочу сказать, что, замечаю такую вещь, что, вот, бухгалтера, которые работают на предприятиях, ну, юристы бухгалтеров не любят, ну, это такая, принятая вещь, для них, вот, это что, правильно посчитать налоги, и правильно их оплатить, и очень многие забывают о том, что вокруг, вообще-то, это не самая главная задача человека, который занимается финансами, это всего лишь результат его работы. А вот все эти ступеньки до этого, они просто вот те же самые документы, какие-то договора, там, приказы, акты, там, не знаю, еще какие-то там, регламенты, они почему-то отходят в сторону, и все считают, ну, зачем, на едином налоге, ну, зачем мне там кучу этих всех документов, там, на баланс там ставить что-то, там, что-то как-то еще там, отражать это все в учете. Загадистого этого же не требуют от меня, ну, не главное. Ну, там статистика, там подается, там, такой вот баланс, где, в принципе, вы можете показывать, можете не показывать, если там на единомлоге. Но, по большому счету, собственнику даже потом, при смене даже этих всех финансовых людей, тяжело что-то потом показывать. Да еще плюс, он собственник, сам не знаю, чего он владел за это все время. Да, потоки шли денежные, там, миллион пришел, миллион ушел. Ну, куда? Что? Как внутри компании это все перераспределялось? Кому имущество передавалось, там, в аренду не передавалось? Это очень много всего, просто, никто тем не занимается. Вот, действительно так. Вот, поэтому, наверное, как-то разделяют, тут, в гуглтерии, что есть люди, которые у нас в гуглтерии, там, отчетные, да, помещали. А есть люди, которые занимаются финансами, которые комплексы смотрят, о том, чтобы все, все было в форме, вот, на предприятии. Так вот, наверное, если, тут еще роль собственника возникать в эти процессы, чтобы он смотрел, что же делается реально, не просто там отчет. Некоторые даже отчеты не читают, которые будут, ай, не подымят. Вот, но, как-то за этим надо наблюдать. Потому что, потом жить не бухгалтеру, на собственнику. Вот, это, вот, главный, наверное, момент. И яркий пример есть на эту тему, из ЛКТ. Когда, трудная компания, вот, большие обороты, вот, два собственника, и, совершенно беспорядок, такой вопрос. И, один из собственников решил другого отжать. Ну, чуть меньше было акций, но он решил отжать. И вот, устроил аудит там. Специально, суровый, настоящий аудит. То есть, до этого там, мажоритай думал, что у него, ну, быстрее, на прибыль. Когда провел аудит, по всем правилам, не налетали, и оказалось, что там минус 600 тысяч. Вот. То есть, вот, раз, и все. И, потом это все плохо закончилось, да? Ну, и, для мажоритай. Ну, тоже пример, грубо говоря, вчерашний, о том, что, собственники начали ругаться, и в конечном итоге, решили, ну, один с другим просто не общаются, да? Два против одного. И в конечном итоге, когда начали забираться, оказывается, что, те два, на которые там рассказывают, что у них там большая часть, они даже основной капитал не пополнили. Ну, забыли просто. Такое бывает часто, когда только нужно 100%, а сейчас вообще ничего не нужно при регистрации пополнять, в течение года должны пополнить. Но не забывая, это просто мы не выполняем. К чему-то приводит. У нас, получается, если вы не выполнили все обязательства, не внесли статурный капитал, значит, вы не владеете теми записанными, там, 30-50%. И у вас вступает риск того, что вашу долю могут пропорционально вашему участию, да, внесенных денег или имущества просто перераспределить. У вас, если было, вы думали, 30, у вас их стало 5, или там, ну, условно 0. Вот. И вот такие элементарные вещи встречаются. Даже я встречал такое, когда при регистрации юрист, который якобы брал деньги на установной капитал, он просто его забыл внести, там, тысяча гривен, да, ну, забыл его внести. А через год-два просто всплывает, что по бухгалтерии или по банке нет установки. Ну, или у него от своего не видит. Ну, к сам себе, да. Ну, то есть, короче, даже такие элементарные вещи, они приводят потом на большую проблему. Да, ну, хотя, вроде бы казалось, все на поверхности. Так, ну, все. Ну, смотрите, есть два пути дальнейшего, у нас там есть немножко времени, да? Или нет? Ну, да. Есть два пути развития. Первое, мы можем отвечать на ваши вопросы, пока они у вас будут. Второе, у меня есть тоже своя небольшая презентация, и она как раз о том, чтобы вас напугать полностью. Ну, для не о том, чтобы это было, я просто хочу показать реальный кейс из моей работы, который уже где-то год мы убьемся, где правильные решения привели к нейтральной работе юристов, и так оно все пошло. Смотрите, я вам могу рассказать. У нас есть десь пів годины. Ну, решайте сами. Да. В принципе, можно включить камеру влаштовать там сессию запитаний-відповедей, если еще задали вопросы. А можно там трошки фильмы жахов подбить? Ну, не фильмы жахов, но просто хотелось еще больше показать реальный бизнес реально в Украине, причем нормально заработать. Айтишный? А? Айтишный? Конечно, но только айтишный. Ну, не аутсорсинговый, но кейс. Показать, да, этот кейс? Так что, питание багато, то можно и питание. Ну, то есть там, я могу немного там рассказывать, вы просто по ходу смотришь. Так, кого же я питание? Можете вопросы, да. А, так питание таки... Ну да. Давай ты таки питание швиденько и третий кейс. А пока там? Ладно. Используете ли вы транспорты, частные фонды, какие вещи? Конечно, не надо работать. Все. Айтишный? 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 Если основные собственники бизнеса это мыши жена, как правильно оформлять? Семена находит? Нет, ну, это понятно. Бизнес в Украине или? Ну, пока в Украине, но сейчас это просто два испытания, причем один на третьей группе, второй на второй. А в чем проблема? Ну, у нас же как бы есть еще люди, которые мы платим. То есть, я плачу, получается, в второй группе. И мужу, и, соответственно, всем остальным. Принимая все входящие на себя. Входящих будет больше, они уже больше, чем были раньше. Мы думаем о том, чтобы все-таки что-то отправлять за пределами Украины. То есть, на резидента. И вот ту схему, которая потом оплачивает всем СПД, не через конкретного человека. Я понял. Это явно я не скажу. Нужно, чтобы вы рассказали. Да, да, да. Окей. Поэтому я все говорю, что это больше не будет. Ну, ладно, смотрите. Я вам расскажу один кейс, как раз, который то, что мы все рассказывали, вот ярко так просто демонстрирует. И это где-то кейс с этого года. И там появляется у меня там клиент, который заходит с вопросом, вроде бы, блин, проще не бывает. Сделайте мне компанию, зарегистрирование компании в Украине, собственником которой будет штатовская компания 100%. Вообще вопросов нет, документы давайте все сделаем. И вот это вот профиль этого бизнеса, то есть это реальный такой SaaS-сервис, он продается в нескольких странах на сегодняшний день. Там, в принципе, пять собственников, это достаточно так немало, да. И они структурировали свой бизнес через штатовскую компанию. И в Украине, и в России это только рынки сбыта. То есть, реально у них нет клиентов со штатов, которые покупают их услуги, так предположим. И, по ходу, когда сделалась там какая-то одна операция по регистрации этой компании, возникла такая же просьба сделать это в России. И, вроде бы, тоже все просто. Никаких, короче, вопросов нету. Нам задавали ряд вопросов такого плана, что сделайте нам вот это, сделайте так, чтобы это было низко по налогообложению, так, чтобы мы могли все на запад выводить. И вот ряд вопросов, которые серенькие, да. То есть, это уже возникли в процессе работы, о том, что мы узнали, что, оказывается, они еще хотят потом это перераспределять в Штатах. И, возможно, даже продать свой бизнес через какое-то время. А когда вот мы сделали такие два простых действия с точки вероиспруденции, показали им, какая схема будет работать по Украине, по России и с минимальным налогообложением, и как можно выводить отсюда средства, вроде бы все так нормально заработало, и никаких проблем так особо не было. Вот. Но по ходу этого всего получилась следующая ситуация. Так как эта схема была, она самая низко налоговая, в данной ситуации идет вопрос о выводе роялти из Украины. Вывод роялти, примерно такая схема, он выводится, получается, от конечного пользователя без МДС, и выводится также без МДС. И если по России даже 0% налога на прибыль, то в России это 10%. То есть реально по всей схеме 10% всего лишь налога. Ну, блин, просто идеальная классная схема, которая рабочая и классно все не работает. Но со временем, где-то через некоторое время, спустя несколько месяцев, мы начали сталкиваться с рядом проблем. Первая проблема, которая возникла, это некоторые пользователи начали говорить о том, что нет, что какая там роялти, мы не хотим никаких роялти вам платить, потому что мы не понимаем, как с этим работать. То есть мы всю жизнь платили услуги, да, за услуги, за это сервис, а теперь нам надо платить роялти. Ну, в принципе, мы как-то это разрешили, погасили этот уровень, то есть объяснили пользователю, что это все-таки нормально, что никаких английских нет, погасили. Потом начал новый, короче, возник нюанс, с тем, что кроме того, чтобы водить, дальше они будут расстабилять эти деньги. И получается, их надо обратно из штатов куда-то там пустить, чтобы в штатовской компании тоже было минус. Ну, не было налогообложения серьезного. Потом поступили, скажем так, ну, не скажем так претензии, а получилась такая ситуация, что сервис, который сам по себе как продукт, правильно, он явно показывает на то, что он местного характера. Ну, то есть, что он в Украине был создан, что он создан был в России или еще где-то. То есть, хотя формально они все проструктуризировали, как бы, я сразу скажу, в компании, но они не уделили внимания самому продукту. Вот. И если, например, налоговый орган хочет проверить, а что это такое, это Royalty или это услуга, он реально попадает в то, что это действительно услуга, ну, в большей степени выраженная. И тогда возникает, что попадает, ну, клиент может попадать на риск уплаты НДС, но это достаточно большие деньги. Вот. И эти все нюансы, они начали всплывать ровно, вот так вот цепочкой, все только из-за того, что, когда люди думали, что они же сами себе придумали схему, а реально один из собственников, он решил, что должна быть такая вот схема. Вот. Штатовская компания, компания в России, компания в Украине. И он себе это решил, и решил это воплощать в жизнь. Но информация полностью не раскрывалась там, в полном объеме, который нужно было. И у них даже есть там в Штатах юристы, которые также не участвовали вообще в разработке этой структуры, как бизнес будет работать. Потому что все равно все должно было всходиться в штатовскую компанию, и там потом перераспределяться. Получается, что в этой цепочке получилась такая вот интересная ситуация, когда собственники бизнеса что-то себе решили, и вроде бы оно все рабочее и классное, но они решили это давать такими-то кусочками выполнения, когда по большому счету нужно было садиться комплексно, все изучать для того, чтобы выбрать самую оптимальную, самую хорошую схему. И вот эта вот схема, которая до сих пор еще, в принципе, она рабочая и работает, она самая низкая по налогам, но она достаточно имеет высокие риски по тому, что могут начислить МДС. Для того, чтобы это сделать, есть там разные инструменты, и в конечном итоге оказалось, что им владеть ООО в Украине или в России на 100% не нужно. Им достаточно владеть там 25%, предположим. А все остальное они могут перераспределить с помощью так называемых опционов, то есть забить какую-то стоимость уже этой компании в Украине, и потом со временем надо выделить, когда нужно было. Тем самым в Украине и в России могла сложиться другая схема работы и всей структуры полностью. А именно можно было бы идти на едином налоге в России и в Украине, и тогда бы не было этого МДС по определению, потому что ни в одной из этих налоговых систем, то есть в едином МДС в ней не присутствует. Вот. И этот вот пример как раз, потом уже у нас возникли, скажем, дебаты по этому спору, кто прав, кто виноват, но в принципе там нет ни правых, ни виноватых, просто все друг друга неправильно поняли. И что собственникам очень важно в самом начале, как я вот считаю, они не сделали одну простую вещь, они не обратились к специалисту, не имеет значения, чтобы им комплексно свели, как их бизнес должен работать. Причем этот бизнес, он в этот момент работал и очень активно. И здесь смена каких-то структур очень болезненно относится, потому что это и клиентов нужно переводить каким-то образом, и еще что-то делать. Вот. И здесь они просто пошли по простому пути, что вроде бы они там где-то читали и слышали, это все рабочее и все так классно, но когда вы сталкиваетесь с реалиями Украины, России, то сталкиваются проблемы. Плюс распределение долей тоже в штатовской компании не было решено полностью. И по ходу уже, когда они поняли, что нужно перераспределять эти остатки денег, обратно же искались какие-то схемы, как это все делать. И вот тут очень важно, что в этой вот проблеме, которая возникла, что в принципе потом и собственники признали, что они считали, что юристы все это за них решат. Но вот эта проблема в том, что собственник не уделял должного внимания тому, как это будет работать. То есть он не коммуницировал, не вникал в это все, даже не изучал эту проблему, он думал, что все будет решено. Здесь очень хотел показать тому, что собственник должен участвовать на уровне любого консультанта вместе, потому что только он знает, к чему он завтра придет, сколько он будет денег выводить, куда он будет выводить, как перераспределять доли или не будет это делать, только собственник об этом знает. И вот здесь важно в самом начале, когда вы делаете какую-то структуру и перераспределяете, какие там юрисдикции за что отвечают, где продажи, где финансы, чтобы собственник четко понимал, что он получит. Потому что от него вся информация первичная происходит. И консультанту туда будет намного проще давать точный и правильный ответ на это. И, конечно, я считаю, что когда строится структура из нескольких юрисдикций, он просто обязательно не самому это решать, а все-таки найти консультанта, чтобы вам четко все рассказали. Чтобы потом не возникало проблем, в первую очередь какие проблемы, когда бизнес серьезно начинает работать, менять это все на ходу, это очень сложно. И, наверное, даже очень все это затратно. То есть, как раз то, что мы показали, те проблемы, которые я вам хорошо рассказал. По сути, эти все проблемы, они, конечно, решаемы. То есть, они решаются и все они уже так, в принципе, все решаемо. Но это время, деньги и клиента, это куча нервов и затрат временных на это все. И оно этого просто не стоит. И поэтому, когда консультант должен четко понимать задачи. То есть, если я подписывался на какую-то форму регистрации компании, то я должен понимать, что мне будет ждать завтра от этого клиента. Или же, у него есть кто-нибудь точно разгал эту схему, как она будет работать. И очень часто, как я столкнулся, что не всегда понимание, как работают схемы, могут привести к таким усложнению. Ну, это не то, что там какой-то плохой результат или еще что-то. Просто оно усложнило работу на несколько месяцев. Конечно, оно все приводит в дальнейшем все это исправимо. Но, действительно, можно изначально все выстраивать правильно. Для того, чтобы бизнес не терял и времени, в первую очередь, на эти все качели. Поэтому, как раз то, что мы подсуммировали, когда выстраивается схема. Я где-то выделил вот такие вот задачи, которые должны задавать себе собственники, и как и кому идти консультироваться. Это, в первую очередь, конечно, защитить свои интересы. И если вы это можете защитить на уровне, условно, какого-то документа, то это нужно сделать. И если потом ваша защита не повлияет на другую вашу структуру в налоговом плане, как вот я рассказал в этом, то не нужно каких-то дополнительных защит. Сделайте дополнение, какое-то там соглашение. В данной ситуации аукцион еще можно было сделать. И дальше у вас проще пойдет схема по налогам. Четко просчитывать денежные потоки, потому что всегда будет где-то доход, всегда где-то будут затраты. И вот в этом вопросе изначально, если неправильно просто распределить эти денежные потоки, могут возникнуть то, что где-то больше будет налогов. Хотя можно было в другой юрисдикции это сделать совсем по-другому. Я понимаю, что не всегда предсказуемы какие-то затраты или прибыль. Потому что прибыль растет, затраты не могут оставаться в том же уровне. Но как-то пытаться именно в эти вопросы вникать. В данной ситуации у нас, как это будет конкретный продукт, то, конечно, защитить интересы пользователя, чтобы ему не усложнять эту процедуру работы с вами. Потому что они просто не будут работать. Но, с другой стороны, надо и свои интересы отстаивать, чтобы у вас не возникали высокие какие-то налоговые нагрузки в юрисдикции. И, конечно, просчитывать вот эти вот нюансы, если говорить про наши, скажем так, юрисдикции, или вообще любые местные, где вы делаете протажи, какие-то, возможно, есть какие-то местные особенности работать с органами власти или с банками. Банки на это обращают внимание, а налоговые на это обращают внимание. Эти особенности тоже нужно учитывать, когда строится компания. И, конечно, очень четко слышать, чтобы ваш продукт соответствовал тому, что вы продаете. Чтобы вы не продавали конечный продукт и пишете услуги, например. Или наоборот, продаете услуги, а на самом деле вы какой-то конечный продукт продаете. Эти все вещи, они просто убирают потом ненужные нюансы, которые могут возникнуть в бизнесе. И действительно, чтобы не привели его к более серьезным каким-то последствиям. То есть, наверное, на это обращать внимание очень нужно. Серьезно. Ну, в принципе, это вот вся моя презентация. О том, что же много было сказано. И я хотел просто показать, что здесь надо взаимодействовать, чтобы было правильно. И чтобы две стороны работали в процессе структурирования, а не думали о том, что все уже за вас будет решено. Но такого не бывает. Я не встречал. Честно. Ну, в принципе, все. Это было больше уменьшилось сказать. Если есть вопросы, то я могу ответить. Давайте тогда общие вопросы, если есть. Не знаю. Какая статистика по клиентам? То есть, что переважно выбирают в схемах? Ну, не знаю даже. Просто, если ты имеешь ввиду, какие юрисдикции, какие схемы выбирают? Угу. Подсорсинговый бизнес, тот, который у нас в Украине создается, там достаточно простые какие-то схемы используются, где все зависит четко от того, кто покупатель ваших услуг. Вот. Это первый вопрос. То есть, выбирается таким способом юрисдикция, потом смотрится уже куда-нибудь денежный поток. Если он будет полностью в Украину, значит он заводится в Украину. Если же этого не нужно, значит он остается там. В той юрисдикции, куда он был собран. Каких-то... Вот в аутсорсинге, в бизнесе, я не заметил каких-то сложных супер схем. Обычно главное, чтобы просто источник был под контролем. Вот. И вот это вот правильное перераспределение вот этих вот затратных штук. Чтобы не получилось такого, что там излишек денег зашел в Украину, потрачен на это налоги. Вот. И бесполезно. Наверное, такой баланс между тем, что был под контролем вот такой кошелёк, да, и вот этим вот там идет разработка. Какие спорили же нам? Чи Типр, Титович, Англия, чи... Специально. Ну, за моей рукой там все зрозумело. Вот как бы на европейского клиента и каю раздвиг цены больше, как в прошлом автомобиле? Ну, все-таки по Европе, не знаю, конечно, чаще то, что я вот видел, Лондон чаще используют. Ну, как дальше эта юрисдикция себя будет показывать, но я не знаю. То есть, часто используют Лондон, часто используют Кипр. Это для тех, как для европейского клиента. Ну, а там, например, Тервандия или Лихтенштейн? Лихтенштейн используют. Во-первых, очень дорогая юрисдикция, ну, достаточно дорогая юрисдикция. Во-вторых, его используют больше не для получения денег от клиентов, а больше для вот продуктовых бизнесов. Там, где нужно интеллектуальную или перераспределение. Вот там вот эти все собственники, да, где они перераспределяют какие-то дивиденды или младшицы. Вот его больше для этого используют. А вот для получения денег они не используют. То есть, там какие-то продуктовые бюджеты. Ну, сорсинги. Но сорсинги обычно используют дешевые какие-то варианты, потому что у них там нет такой необходимости и серьезной защиты той интеллектуалки, каких-то активов других. Ну, Евгений, вы не имеете в виду популярность таких дешевших? Ну, я про европейский парк. Ну, европейский, я же говорю, это Лондон и Кипр. Ну, как с Кипром, я сейчас не знаю, как там будет дальше. Ну, в принципе, эти две юрисдикции, как юрисдикция, они не пострадали. Ну, и Кипр уже не пострадал как юрисдикция, он пострадал больше как банковский сет. Вот, поэтому там и используется, потому что там достаточно дешевого пануума. И две эти юрисдикции в Европе осмотреться. Там тоже надо смотреть, если у вас там возникает необходимость с НДС пользоваться. В Англии его получить, например, на ЛП-шку и потом... То есть, если клиент хочет, чтобы он получал НДС еще от вас, по Евросоюзу, то ЛП нельзя получить налоговую команду. То есть, он не может получить НДС, чтобы клиенту предоставлять. Отряд много. Хочешь? Ну, раз. Взаиморасчеты, когда вот клиент, плательщик НДС, ну, то есть, им это важно. По бизнесу она работаешь, как раз? Ну, в Европе, ну, там, по-настоящему еще есть особенность. Европейцы, они же тоже белые пушистые. Понимаете? Ну, да. Они также пользуются теми же налоговыми льготами, имеется в виду там своими структурами, которые у них есть. Возможно, так говорят, что у вас вообще взаиморасчеты будут идти между двумя офшерными компаниями. Вот. Ну, у нас 30 клиентов, наверное, я сам представляю, что кто-то из них в него пошел. Ну, я думаю, что есть. Ну, не факт, что может показывать. Да. Ну, я думаю, что у них нормальные бизнесы, нормальные компании, которые упали. Логия, Швейцария, Риммания, Антон Лукс. И чтобы кто-то играл. Ну, вот, я же говорю, в Европе, по крайней мере, Лондон, Кипр. Ну, я не знаю, больше никто, в принципе, ничего не использует, если... Задний резистин должен состоять в шоке. Да, в дальнейшем, да. Это фасад, по-моему, до тех пор? Да, обязательно. Потому что, да, у вас там голодолжение хватит большое. Ну, я не знаю, 12,5% может быть для вас от чистой прибыли, да. Ну, с таким же спектом нужно крайне 16. Ну, я не знаю, я просто в последнее время наблюдаю, что почему-то пока... Штаты, наверное, самые привлекательные, я не думаю ни к тому, что там как-то... Ну, изучаете все вопросы, и как-то с точки зрения налогов, и с точки зрения защиты, самый оптимальный вариант, и с доступа к этим юрисдикциям, к этой... Потому что в Европе, там, сложности с банками, там, в Азии тоже сложности с банками. Вот. Ну, я не знаю, почему так выходит, но действительно так выходит. А что вы говорите про Штаты, при их ризне... У них ризне оподаткувание, у них есть локальные податки и так далее. Есть, да. Ну, какие-то, может быть, нюансы из практики? Ну, нюансы из практики, что в некоторых Штатах есть налог с продажи. То есть, внутри Штата есть налог, когда вы все там подаете, он всегда проплачивает. В других Штатах такого налога нет. Ну, не в Штатах, а, ну да, в Штате. В Штатах. В Штатах там, ну, есть, проблем нет. Сама ставка федерального там тоже немного может варьироваться. Потом услуги агентов, там, содержание компании тоже варьируется из-за того, что в некоторых юрисдикциях это тоже... Ну, есть Штаты, есть Штаты, которые более дорогие, да, там, и регистрации, и обслуживания, и есть более дешевые. Хотя, в принципе, они выполняют ту же самую роль. Ну, то есть, для бизнеса, ну, они почти одинаковые. То есть, одни там есть, ну, да, Калифорния или Нью-Йорк, это одни из самых дорогих Штатов. И открывают там компанию дороже. Хотя, в принципе, в те же самые Делавеи, там, или Невада, или там, Флорида, они выполняют такую же самую роль, но при этом там дешевле это все содержать. Вот. То есть, такие имена, самоверные. На МТД выступал юрист Фамида, компания. Он тоже плевался на Делавеи. Стосовно, вот, власный вывод, грош из Делавеи сюда... Да, я знаю, что он любит свою... Как Дубограйя? Да, свою, вот эту вот, как... Нью-Йорк... Нью-Йорк... Ну, короче, я знаю, что он очень любит свой Штат, и рассказывает об этом. Но я вам приведу просто такой пример. У меня есть пару клиентов, это даже не я кому-то что-то регистрировал, я там что-то предлагал. У меня есть пару клиентов, которые очень долго и очень много проработали в юридическом бизнесе. Они юристы, потом очень профессионально работали в очень крупных компаниях. И они свое время просто свалили в IT-бизнес. Ну, они здесь нанимают разработчиков, и там продаются какие-то мобильные приложения. Ну, они казались, что юр-бизнес менее прибыльный, чем этичный. Я вот с ними на эту тему общался, и почему-то и они сами имеют в голове компании, и так же рекомендуют, и никто не говорил, что это какой-то отстой, и мы там никуда не рекомендуем. Поэтому, наверное, мне кажется, что это субъективное мнение. Например, юрист, которым я работаю непосредственно, он всегда рекомендует три юрисдикции, которые он считает одинаково хорошие. Например, Флорида, Невата и Делавэр. Тут, наверное, какое-то субъективное мнение. Потому что тот штат, который, вы говорите про Дубаграево, как раз вот там вот и лицензированная деятельность агентов, и там агенты немного дороже стоят. Там тоже какие-то еще и были особенности, мы просто смотрели как раз, понимаете, мы на этот штат. Не знаю, наверное, каждый хватит схвалить свое болото, может быть, из-за этого. Ну, как правило, все вот, я не видел, там вот четко есть тенденции. Калифорния и Делавэр, то штата. Большинство, если взвешивать, то это два штата, которые используются. Для и стартапов, и для бизнеса, который собирается в дальнейшем, там, лакция или приобретать инвестиции. Вот два этих штата используются. Может, конечно, он там живет, ему виднее, но я тоже самое не сам это делаю. Я привлекаю своих юристов, когда тоже люди там живут всю свою жизнь, там, по 50-60 лет, они работают уже по 35 юристами. Вот. Ну, никто не говорил о том, что человек плохой, и он имеет какие-то особенности. Ну, он, в основном, не на том, что там в Штатах могут быть проблемы, а на том, что проблема может быть отримание грошей из Делавэра сюда. Так, а тут, наверное, все равно в наш Штатах... А, Шерландсбанкс принимается как чистый офшор, что-то такое. В Украине? Да. Наверное, он просто в Украине никогда не жив, он же ж не из Украины, он в Белоруссии, понимаете? А, во-первых, по приему у меня вообще никогда не... Я могу в Украине, например, принять DVI, я вам могу сказать. И я иногда даже делаю, там, кто-то там... Будут такие у меня ситуации. То есть, я могу принять, как раз принять деньги, можно с любой инвестицией, это не будет вообще нарушением. Дальше. Эти же два клиента, которые я вам говорю, юристы, они сюда своим разработчикам заложили. Угу. И тоже у них никаких форпостов я занимал. Уже несколько лет он таким образом делал. Да еще на меня даже не так, он тут уже лет по 5 мм проработал. Ну, это какой-то... Я вот про Россию не скажу, не помню. В России там вообще очень, там, все у них офшоры. Может, там... В России какие-то нюансы есть для Лавана? Ну, я бы не так и слышал так, это не знаю, что. Вот. Ну, в Украине точно проблем не было, я бы не так. И офшором они тут не считаются. Ну, что в Штатах не открывает компания, региструет рахунок, потому что там требует физичного? Нет, не надо. Делает агент, он выступает по доверенности вашей жизни. То есть он назначается на период открытия, там, словно, секретарем или вице-президентом, и после этого он увольняется протоколом. То есть такая схема есть. За три тижни присылает пакет документов, которые не все другие. Три тижни? Ну, может быть. Ну, так и все. Ну, так и все. Ну, то есть там... Мне Штаты больше сейчас нравится. Действительно, из всех, что есть, как-то там цивилизовано. Пока еще. Не знаю, как дальше. Но очень все цивилизованно делается. Потому что в Лондоне я пытался совсем давно зарегистрировать, и, честно сказать, не перехотелось. Потому что счет не откроешь. Да, быстро открыть, но потом куда эту компанию с фатвийским счетом? Зачем тогда вообще в Лондон открывать? В Лондоне плюс фатвийский счет. Тот номер не получишь, который у нас НДС. Ну, какая-то такая непонятная. Или сдится. А для личной компании американского подходит или нет? Ну, дороговато будет. Только в этом. Но она должна работать. Ну, она должна работать. Да, личная компания. Да. Во-первых, налогично будет у вас. Эта налогия будет в любом случае. Вот. И дивиденды там нормально не выведешь. Потому что тоже, наверное, в любом случае оплачивается. То есть, нет. Обычно для продажи на территории, или же для будущих каких-то инвестиций. Обычно встаток для этого используют. Берут европейские клиенты в Экиске, где она платит этот счет? Как просто у нас НДС компания в ВВВЕ? Ну, у меня, честно говоря, не было. Вот. Я делать не слышал. Может, так я там... Ну, просто... Никто не спрашивал. Я не знаю, честно сказать. Из Европы ли платят? Можна посмотреть просто. Спрашивать клиентов. Куда платят? Из Европы. Теоретично не повинен, потому что Глобо и так через Америку и что платят. Ну, в доллары. Ну, в принципе, не должно быть. Потому что это и та, и другая инвестиция. Они, в принципе, дружи другом, дружи дружи. Каких-то там особенностей нет. Можно посмотреть. То есть, клиентов используют. Но в основном сейчас, действительно, что такая тенденция, стартаперское движение очень сильно подвязалось от штата и ломится туда. Но я не видел еще ни одного стартапа, который не имел компаний в штатах, если честно. Правильно это или нет, не знаю. Ну, как-то так. Ну, возможно, из-за этого. Но не может там до лучшей инвестиции при... Вот, да. Еще такие пытания. Вот, если не дадут какой бонусы, или там паспортив, машин? Всякие такие... Паспорты. А, я понял. То есть, получить каким-то образом что-то? Ну, да. Всякие виды на жительство, паспорта. Компании эти дают ли они что-то? Да, да, да. То есть, там, машины там завозят. Ну... Завозят куда? По штатам, вот, если что-то там вообще, какую-то деятельность, как физлицо вести, там, ну, имеется в виду, там, что-то получать, там, или же... Даже банк открыть счет, и карточку корпоративную получить на свое имя, да. Без налогового номера, вот в этом есть, наверное, особенность, вы не сможете. То есть, у вас есть счет банки, кто открыт на компанию. Но корпоративная карточка, а ее на ваш имя не будет. Потому что для того, чтобы ее открыть, вы должны иметь налоговый номер. По телефону можно выбрать? Налоговый номер нет. Тот, который вы говорите, номер, это другой, я сейчас... Идентификационный. Да, тот, другой номер, который вы говорите, а именно налоговый номер, да, вы его по телефону не получите. А тот идентификационный, то это просто для, как бы сказать, регистрации того, что вы здесь какие-то, возможно, с кем-то взаимоотношения будете вести. И чтобы там не идентифицировали вас по названию вашей компании. Потому что, возможно, это как-то сложно будет. Вам привязывается этот вот идентификационный номер, который потом в отчете вставляется от той компании, которая вам вываживала деньги. Бизнес-визы какие-то? Ну, то есть, у тебя есть компания там? Ну, в принципе, бизнес-визу, мне кажется, и без компании открыть можно. Ну, это сложно. А дает ли преференции? Я думаю, что нет. Не дает. Преференции, в принципе, преференции вот на эти такие штуки мне не даст. Если в Латвии, например, у тебя компания, то, соответственно, тоже... Если налоги платить, все это можно получить. Ну, там, в Латвии, там, у других есть программы. У них есть программы иммиграции, там, повышение ПМЖ, там, да. То есть, там, другие условия нужно выполнять для того, чтобы... Как правило, раньше, ну, если, знаете, там, в Европе, да, там, все время Чехия, да, которые выезжали по этим... Но, насколько я знаю, сейчас в Европе все уже полностью, эта тема закрыта. Таким способом, через 5 компаний, вы... Ну, это очень сложно, наверное, это сейчас делать. А что это потребует такой отколенный номер штуки? Ну, достаточно длительная процедура. Представленный? Нет, ну, там документы вы подаете, но, во-первых, это не 100%, что вам его откроют. Во-вторых, это длительный процесс, там, может, и полгода, знаете, больше. Ну, и достаточно такой, условно, затратный, там, и 100 долларов, несколько тысяч, может, спокойно стоить. Вот, поэтому там, вот... Некоторые это делают, вот, ради этой карточки, если они, которые делают ради того, чтобы корпоративная карточка на них была, потому что там, вот, как-то деньги обналичивать, и... Ну, не то, что обналичивать, они там используют его, там, для приемов, всяких Google Play и всякого такого плана. Вот. Вот. Чем еще что-то хорошо? Ну, PayPal, это очень важно. Ну, хотя сейчас в России пустили, но у нас как-то вирус не пустили PayPal, но штатовская компания дает способ получить, открыть PayPal-счет, если надо. И, в принципе, на штатовскую компанию можно заводить эти, вот, все платежи, из каких сторов, тоже. Ну, это, по сути, единственный вариант, если, вот, они работают из Google, там, два частых списка, с кем они работают, вот, именно, в денежном основе. Куда они, куда они реально могут деньги перечислить? Они из того всего списка, там, вот, самый реалистичный, который можно реализовать за разумные деньги, это же там, там, Гранконг, здесь Сингапур, там, или остальные, там, европейские деньги, они как-то вообще в нашем реале не должны быть. Ну, да. Ну, реально-то так. Welcome. Ну, это так. Ну, не знаю почему, но это действительно. Как-то в Европе все очень ужалось за последнее время, если там даже полгода назад как-то Лондон сильно оказался классная штука. Многие, которые просто имеют, они давно открывали. У меня, действительно, есть клиенты, которые открыли LSC в свое время, это было пару лет назад, но у них там реальный бизнес, и реальная компания материнская, которая, там, владеет интеллектуальной собственностью, очень-очень серьезно. Вот. Ну, это у них реально. А вот так вот, что-то гонять? Я просто за последнее время общедую, у меня двух запросов не было. Ну, в принципе, у нас больше нет информации, мы за пять часов... Нет, ну, у нас ННР есть, но просто за пять часов мы часто мобильным вам раскрываем. Вот. Если вам это было интересно, вам будет приятно. Возможно, то есть, ну, у вас остались какие-то вопросы чисто из своей практики, да, которые тут не раскрылись, то есть, не знаю, то есть, мы можем как-то... Не, ну, вы можете просто, даже если что-то придумаете, пишите. Я, в принципе, все можем ответить на вопросы. Это будут вопросы, которые вы... Надумайте себе по ходу. Присылайте. Будет интересно, нужно посмотреть. Как раз подумайте, и можете снимать какие-то интересные вещи. Добрый. Давайте, пожалуйста, circle вам, например. Вот. Спасибо.